господи иисусе христе свиньи божий помилуй меня грешен евреям 9 27 послание апостола павла человеком положено однажды умереть а потом суд за 18 ноября 2017 года ко мне на форум выставили вот такую тему стихотворение я сейчас даже покажу это где вот это наш форум вот он и вот кто-то зашел и поставил вот он называется олег сегодня ну не знаю кем это какая тут была сейчас минуточку вот она главное называется стих девочки боль православной души он создал отдельные кто-то грамотный ответов 0 так просмотры 4 подписал олег 77 вот она все здесь есть ну и сюда я ткнул и вышел и вышел на этот стих вот он как здесь есть стих боль православной души вот я его взял скопировал и перенес раба божий анастасия опубликована 11 ноября 11 сегодня у нас 19 воскресенье это не у нас опубликованы где-то и кто-то нас нашел и скинул сюда девочка читает стихотворение я его не буду здесь читать только выделил слова на которые надо обратить особое внимание вот считайте я так буду протягивать потихоньку девочка маленькая считает и уже ее осуждать начинают и скажу от себя что к месту во время и очень хорошо составлены и вот этот один ролик видеоролик вот этот один он многие многие какие-то там сектантские и проще там они все это тешатся поют 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 не петь а плакать надо учиться и вот отзывы какие-то я захлебываю слезами это как хорошо там песня ну там на море пойти где-то ходить в горах вот какой-то симон там ходит кто он такой какой вера но не православный видно но и по виду он такой хороший приятный с бородой не тронутый одевается в одежды ну как артист тут и жена бывает и все время все это просит деньги на издание этих роликов да ролики тоже хорошие ну рояль притащил там я так морю океану там играет и и проще ну где он слово сказал кого-то исправил от им нет разжиревших и других утешать они сидят умиляются и плачут до воскреснет бога расточаться в разе его это научились петь где петь в консерваториях сегодня поют артист это ну и место ли это и здесь а вот здесь как обманутая тотальное словоблудие а кто автор не знаю но очень сильно похоже на романа и романаха матюшина и у него такие слова не знаю агатов петров там еще мог так писать а у меня таких стихотворений 3467 они все вот в этом стиле написаны обличение должно быть строгость сейчас пока я про продерну все чтобы сами просмотрите прослушайте но здесь святая русь было ли на когда святая у нас есть стихотворение святая русь когда была святая вот это вот запишите и в интернете там где-то зайдите святая русь когда была святая и там найдете наш мое стихотворение и виктор николаевич савченко поет его играет самый поет музыку составил скажите дату срок и имена во свете библии под эти караста это останется вино в война в вина война хватали все от севера до юга до порт артура оспу островом все подгребли самому тайгу и в югу и расплодили нехристей воров кто хуже нас сокровища земные транжирит жжет и рубит по весне мы опостылили от века и до ныне прибалтики татарам и чечне и дальше там прочитаете увидеть это я на свое как перекидываю то есть согласие с этим но он именно монастыря пишет вот просчитайте это я показал как он называется вот верните к началу ролика по названию вы найдете и там написано чтобы другим дать распространить и кто-то распространяет благодарю того кто это сделал но за за день прошедший что было татьяна ульянова игнатий тихонович доброго здоровья игнатий тихонов скажите пожалуйста как быть муж ни за что не хочет отрастить бороду оправдывается что на работе начальство не разрешает меня не слушает никак я отвечаю запрета нет он лукавит муж вас не трогайте его пусть доходит сам люби его и такой какой есть марина спасибо игнатия люблю считать ваши стихи о многом заставляет задуматься юрий соболев осипа получил награду от президента но и вот где я посмотрел зашел путин там ему орден прицепляет осипову бритому и в галстуке масонском профессор он на год три месяца старше меня я отвечаю просмотрел эти две минуты и 40 секунд пониже даны комментарии и в ворде речь осипова ой речь его идет уже внизу перепечатана это и более 15 раз подрихтована его речь то подмарафетили речь профессора нет точности его речи да и никто к тому не стремился то есть он сказал как так бы оставили нет начинали ты вот это редкий случай когда человек говорит и сами же выставили в ворде в весном виде ну и легко я посчитал вообще так они дают зачем то есть за одну минуту речи которую он подготовил заранее которую могли проверить заранее это и подкрасили 7 раз а если он преподает говорит часто экспромтом течение часа то не менее 4 20 таких подтираний из стиха тючего прочитал всего две строчки и даже слова произнес неверно место тоскует говорит иное слово эти стихи знал наизусть свидетельствуйте не плоть а дух раслился в наши дни человек отчаянно тоскует он рвется к свету из полночной тьмы а свет обрежье ропщет и бунтует хороший путин стоит слушает ему нельзя было долго рассказывать ну вот это волновался это ничего и конечно же нет места божие слова имя иисуса христа и название книги книг святая библия тоже не говорит как и патриарх да и все говорливые патриаршие а рядом стоит правитель страны слушают по всей стране только бы засчитать хотя бы стиха 23 святой библии он мог напомнить царям земли о христе и грядущем страшном суде это я комментарии даю к награждению осипова премудрость соломона 65 страшно и скоро он явится вам и строк суд над начальствующими россию то разграбили всю каждый год миллиардеры миллиардеры новые вот у меня пенсия 6500 рублей 6500 все за 35 лет трудового стажа как можно на ней на пенсию жить мы я живу благодарю бога ну никак нельзя на него прожить а там жкх берет только больше си ирахов 11 2 какой правитель народа таковы и служащие при нем вот он стоит какой президент в галстуке бритые и проще такого этот профессор и каков начальствующий над городом таковы и все живущие в нем а если бы захотел профессор осипов то сказать всю правду здесь даже стать гонимом или даже мучеником да вряд ли позволили бы то есть выбрали именно такого тогда к этому ныне бритому и в галстуке как царь награждающий своих рабов соработников мог бы прочитать пророк стихотворения некрасова николай алексеевича 1874 год последний куплет его еще по камесь не распяли но сейчас придет он будет на кресте его послал бог гнева и печали царям земли напомнить о христе кому он писал о к чернышевскому николай гаврилович или кому неизвестно но рожденный в 1938 году алексей осипов умея очень хорошо ладить сатанинским режимом он не только поступает в семинарию в академию этот алексей ильич но и допущен учить то есть портить тысячи людей и более того ну дальше я беру к его биографию то есть мне важнее то что почему он ничего не сказал то а вот почему к семинарии когда других не допускали близко если он верующий кгб все это просеивал то ему профессором ездить по другим странам но ясно на сто процентов просовещенный сергианец а может быть ну и естественно что завербованы это даже не надо гадать это андрей кураев про это говорил об этом говорил митрополит хризастом ныне виленский то все до одного сто процентов сотрудники кгб предатели изменники а вытащу молчите я сознаюсь да я горит такое вытащу молчите шестьдесят четвертом году прослушал курс аспирантуры московской духовной академии прослушал в том же году был назначен московской духовной академии преподавателем по совершенно новой тогда дисциплине и куменизм это я про осипов алексея ильича говорю по западным исповеданиям вот он куда пошел был участником ряда ассамблеи всемирного церквей конференции европейских церквей христианской мирной конференции многих всемирных международных региональных и иных церковных общественных конференций ассамблей как в россии так и за рубежом ясное дело что на 10 раз проверенный был и они поняли это то что надо они нашли его среди тысячи претендентов на эту должность и он не изменил им и он сейчас также продолжает портить пасту с которой имеет общение на страницах литературной россии утверждает что среди людей считающие себя православными распространено безразличие к догматическому и нравственному учению отмечает тенденции превращения церкви в религиозное объединение людей разномыслящих и равнодушных к истине христовой он связывает это с тем что православный народ плохо знает свою веру легко подвержен суевериям маловерию заражен язычеством он только не договаривать что этому учат попы жизнью своей а эти попов то ты воспитывал ну что ж ты не говоришь то дальше то галстучник скоблица стоит 80 лет в 2016 году получила огласку заключения синодальной библейско-богословской комиссии по результатам рассмотрения обращения верующих относительно спорных богословских воззрений профессора осипова алексея ильича заключение так называется представляет собой ответ на просьбу верующих разъяснить является ли положение учения осипова то есть у него учения свое точным изложением православной веры в заключение это собору библейской богословской комиссии отметили что высказывание профессора осипова о конечности адских мучений связанные с ним богословские обозрения не находят основания в священном писании что осипов не раскрывает православное учение об искуплении вот это да это комиссия библейская от патриарха что теория осипова таинстве евхаристии является богословским новшеством то есть он все католическое тащит и тащит отмечает расхождение того что пишет осипов с православным учением о крещении младенцев главная евхаристия является богословским новшеством да за хвост да в яму такую говорится ну и что в заявлении говорится также что по кавычке вполне определенно выраженному учению церкви христос не воспринимал первородного греха после после вскоре после этого осипа выступил перед группой студентов с ответом на заключение соборно-библейской комиссии богословской на сайте осип был опубликован текст под названием о нашем официальном богословии по поводу неофициального заключения синодальной библейско-богословской комиссии вскоре после ответа осипова на заключение этой комиссии отец георгий максимов это я беру из интернета все выпустил видеоролик посвященный учению осипова и комментируя на его ответ где доказывает враньем называет утверждение осипова существования в церкви двух разных учения конечностей посмертных мук ролик вызвал горящую полемику в ролике максимов говорит что посвятил целую книгу опровержение учения осипова и ничего терпят так и будет как дворкина вот кто разлагает православие это по осипу все можно было я знаю таких которые уже за 80 лет отступники от православия ходе и ходят по разным сектам там были просто страшно сказать и вдруг на осипов наткнулись оказывается православие ничего не надо этого и говорит все осиповы избираем и по осипову сейчас живут ни посты ничего не соблюдает не надо им это зачем осип обучение осипов главный судья то не на престоле не христос сидит уже осипов вот какое дело то никто ничего не видит он хорошо говорит еще же не говорить-то учили его на это ирей даниил сесоев говорил об осиповщине как о проблеме современности отец даниил считал что осип опущает тому что бог только любовь это все попы сейчас так учат на уж что бог не наказывает людей и что осипов отрицает справедливость бога отец даниил квалифицировал это учение как ересь маркиона и считал что последователи осипова последователи не спасутся даже участвую в таинствах абсолютно правильно говорил святой священномученик даниил сесоев архимандрит рафаил карелин называл некоторые высказы неосипов теологическими экспериментами написанными под несомненным влиянием протестантизма считая их еретическими мнение архимандрита рафаила в свою очередь было подверто критики со стороны преподавателя московской духовной академии алексея зайцева который назвал преподаватель дак это кто ну ученик осипова который назвал утверждение архимандрита рафаила псевдо церковной риторикой то есть слова эти знают ни одного слова евангельского нету основанный на вольном пересказе искажение мысли алексея осипова да не надо комиссия уже заключение сделала а я это говорю уже лет 30 наверное не меньше об осипове они не видят слепой он развратитель хотя ему свои материалы при посылал к истинному православию он все одобрил разговаривал с ним по телефону лично не встречался но все что он говорит где-то мне очень хорошо известно в июне 2012 года два монаха в троице сергия лавры публично сожгли две тысячи экземпляров книги профессор осипов посмертная жизнь из времени в вечность посмертная жизнь души подаренных лавре с ретинским монастырем так как данном издании по их мнению есть фрагменты не соответствующие православному учению данная книга была одобрена публикации издательским советом русской православной церкви за этим то сколько стоит а софрина все 15 июля 2012 года этот поступок был осужден духовным собором троица сергия лавры один из монахов был отправлен вскид на покаяние священие георгий максимов заявляет что христологи осипов осуждена на константинопольском соборе 1368 года не игноте это осудил а также что профессор понимает противоречия своего учения православной веры но для защиты своей позиции он объявляет исконно православное учение католическим хотя она для восточных святых отцов свойственно столь же сколько и для западных 26 апреля 2012 года алексей осипов выступил в программе академия телеканала культура с лекцией происхождения человека основная часть выступления носила религиозно-философский характер и осипов утверждал что первую главу книги бытия рассказывающий о сотворении жизни человека нельзя понимать буквально нельзя после завершения лекции осипов ответил на вопрос студентки по поводу теории эволюции в этом ответе по мнению редакции портала антропогенез ru в частности палеонту палеонтолога александра маркова лектор допустил 15 ошибок то есть он не соображает даже что говорит веры то никакой нету таким образом по мнению авторов критической заметки осипов едва ли компетентен затронутых в этом ответе вопросах отец александр шумский ко мне уже обращались женщины с тревожными вопросами надо ли крестить родившихся младенцев или правильно или они сделали покрестив их все-таки мнение известного богослова то есть он богословом называется осипов оказывает серьезное влияние зачем смущать людей алексей ильич зачем вы с упорством достойным лучшего применения везде тиражировать эту сомнительную идею прошу вас дорогой профессор прислушайтесь к моим словам у нас еще столько важных дел и будет обидно что на таких людей как вы мы не сможем в полной мере полагаться юрий соболев обратил внимание на отсутствие слова хосипа упоминания христе и библии интересно но почему христиан это не принято в общественных официальных выступлениях светский этикет но вот тулеев аманта выступил же рассказал какой христос а мусульманин христианцы говорят принял и кто не знает юрий соболев это красноярский краю в государственном университете преподъем государственной академии и ведет курсы при метрополии и юрий говорит я мысленно подумал а что сказали бы вы игнатий тихоныч на месте профессора наверное все же речь осипа была согласована то есть заранее показали к слову там на первых рядах заметны два клобука то есть шапки монашеские чьи они я отвечаю понять можно говорящего при такой аудитории если его роль выпадет на тебя и тогда посмотрим на что ты способен допустим это не осип а поты и так вызывают меня как бы меня представили там осипова говорят профессор другое а меня как этого сказать нынче не могу хотя рангом пониже на конгрессах там колоквиумах разных и иных представляли меня по полной программе двоеточие проповедник миссионер жертва политических репрессий борец за права человека диссидентом все это на обо мне поднимаюсь заметно не так одет там один выступал выходит это первый секретарь райкома кпрф бобров геннадий александрович город барнаул и там был жарес алферов лауреат нобелевской премии эти меня избрали на этот конгресс интеллигенции но он готовил этого человека это на суде говорит против меня и забыл что говорит его ваша честь и среди этих очкастых там академики десятый вдруг выходит в валенках затрибанном пижачке кто он такой но вот он заговорил ваша честь я прошептал златоуст это на меня он так высветил забыл что он выступает во враждебном лагере вот дальше поднимаюсь заметно не так одет то есть я говорю как меня представляли с нетронутой бородой в рубахе на выпуск обязательно под поясом в сапогах мне нацепляет эту железку орден за дружбу народов не дающий никакой льготы кроме как тщеславия пощесать далее шагаю к тому пипитру за которой шагнул осипов нужно вложиться в две минуты и 40 секунд то есть я разобрал осипова знаков без пробелов 967 статистика дала значит мне надо вложиться в это в эти эту же самую речь ну просчитать ну за сколько а путин стоит томится тут рядом может быть я говорю дальше кавычки открыто моя речь начинается вложиться в 967 знаков без пробелов медали ли орден за дружбу народов легко получить умеющим уладить с людьми на работе в путешествии в обыденной жизни и смотрю на путина владимир владимирович как реагирует но как подружить тех кто уже воюют кто лучшее торжество видит смерти противника как с украиной стравили друг друга да чтоб только не воевали 10 крымов можно было отдать нам и так заглонить земли то это это слову сказать то крым никогда не принадлежал украине только россии так что здесь законно у них все но я просто чтобы не было войны этого можно научиться только у господа бога нашего иисуса христа и святого слова его изреченного им во святой библии в евангелии ян 11 52 и не только за народ умер но чтобы рассеянных щад божиих собрать воедино воедино вот и дружба народов что есть уверовать во христа и мир нужен в первую очередь с богом единство друг с другом и самим собою ангелы небесные от радости поют при рождестве иисуса лука 2 14 слава вышли богу и на земле мир в человека благоволение то есть вот тогда и будет дружба между народами если и рождественских сей примиряться и все это достигается только в молитве к богу чтобы не было препятствия в молитве а к враждующий как может молиться то я все говорю и смотрю на путина и на зал и это достижимо только рожденным свыше водимым духом святым то есть ему не за что дали медаль то снять с него надо ее было при этих словах то и нужно обязательно просчитать вам всем первая книга маковейская 8 глава как дружбу заводились риме с миром на каких условиях дружбу серахов 22 22 это я все читаю в хожу бросающий камень в птиц отгонит их а поносящий друга расторгнет дружбу поносе то есть неправду говорит как можно с ним дружить как можно не знаю с такими матфея 5 9 блажены миротворцы ибо они будут наречены санами божьи миротворцы значит и дружба народа все соберутся миротворцы если мне удалось примирить это я дальше говорю пусть не народы а только отдельных людей то все это по благодати божией это заметил кто-то почему мне орден то дают слава иисусу христу у меня знаков без пробелов 922 то есть я специально взял поменьше чем у осипова юрий соболев аминь аллилуйя обнимаю вас молитвенно крепко и гнать и тихонович по скриптум вы правы обстановка обязывает и знаешь что в аудитории те или иные люди не из нашего круга стараешься адаптировать свою речь адаптировать свою речь то он знает как вы часто повторяете знать что сказать кому сказать как сказать когда и для чего верно ваше замечание осипова представили как профессора богословия он и речь выстроил соответственно ваше представление как меня представить миссионер проповедник узник за веру и так далее и не может содержать речь подобную речь осипова но именно состоятельно та и только то что вы привели выше перечитываю вашу речь столько нюансов и глубины в этой краткости даже не поэзия а что-то иное истина действие премудрости божией сергей игнатов пишет спаси христос кандидатуру для награждения клирика ордена кесаря выдвигает от церкви и и священно началия осип алексей ильич сказал правильные слова но христа он как и патриарх кирилл во время выступления в думе он не вспомнил а жаль поэты и писатели которых он упомянул за это бы не обиделись что вместо них он слово божие прочитал ирина федотова игнатий тихонович дай вам бог здоровья и долгих лет жизни я всего лишь год как смотрю ваш канал жалею что раньше ничего не знала о вас у меня было столько вопросов и у вас я нашла ответы на них а у меня там четыре тысячи сто двадцать четыре ответа нашем сайте 55 папа к тем спаси христос вас игнатий тихонович галина блеска мир вам дорогой игнатий тихонович посмотрела и два фильма благовестий с режиссуры священника и она суворова на нашем видеоканале вот такая первая мысль у меня пронеслась по всем файлам моего мозга а именно слушают православное хорошо то есть это и других храмах и остаются прежними а некоторые из них просят не приезжать больше к ним либо вовсе отстать от них так как у них есть священник и так далее и тому подобное то есть это мы где выступали а мы посетили примерно 600 мест от ладивостока до лиссабона и все заснято вот и задумалась о том что не откажись вы от священного сана священнического так и сдвинулись быть смертвещины и мамон и дело просвещения православных в наше время я это говорил почему они соглашались быть священником в синоде сидели когда митрополит сидит в италии это в нью-йорке было в девяносто втором году в августе и епископы сидят надо бы вам быть и священником я рассказал он когда пожалуй вы правы кое-где вам путь был бы закрыт как с попух вы же сами тоскуете о будущем своих 55-летних трудов на иниве бога и на ресурсах также просмотров миллионы а подписчиков несколько процентов ну подписчики это не надо и подписывать люди идут идут на просмотров там девять миллионов с половиной наверное рассмотры и брату своему отцу и акиму постоянно напоминаете о благовестии народ наш в большинстве своем убежден что истину должен глаголить только священник если не священник глаголит значит и сектант ну разломать этот стереотип считаю стратегической ошибкой ваш отказ отца на священника бог защитил бы вас так же как и всегда ведет вас смягчая удары судьбы может еще не поздно спаси христос вот не поздно поздно да никогда бы не стал ну теперь был бы что там поп растрига тому прочее я отвечаю перестаньте еродствовать галина лучше все же разузнайте кто это поет с роялем у моря его веру и нацию добейтесь ну вот я хочу показать какие у меня тут вышли ролики наши задорно вы черная заноза в мозг юлиан отступник вот оно как задорнов прощенное воскресенье этот номер двадцать пятый дальше не вера в лапкин задорнов а вере религии дальше собрание больных задорнов и дети где о нем я упоминаю задорнов и но здесь два фильма моих о матильде и вот пойдет какой-то симон вот его ролик симон выпишите себе хоролский хоролский какой он веры мне кажется это иудеи тех которые мессианские называются и вот он везде с песнопениями ходит и уходит это для них как раз но та девочка которая прочитает все эти симоновы перекроет сотню раз он никого не обличает не трогает они просто блаженствует кайфует ищут сибориты собирается там он идет по горам он составит видно там крепкая аппаратура хорошая то на коне едет какое отношение так спасению то имеет и слова там не разберешь и после каждого ролика все просит денег дайте чтобы составить ролик ролик составит деньги нужны смешно а роликов то там я не знаю сколько у него сотни то нету здесь можно просмотреть 15 уроков в алтайском государственном техническом университете где были наши занятия 18 лет к ряду но вот это я показал здесь вот это есть но еще показать наши ресурсы чтобы знали это мой мир вот он как у нас вы где в шапке мой мир считаю это лучший ресурс все разные фейсбуки мой журнал вконтакте одноклассники все вместе не годятся в подметки этому вот этому ресурсу как он умно составлены и тут почту можно и все на глазах и но здесь у нас что видео 7464 ролика фото 21000 и по по плейлистам сразу раз только и все видно вот сегодня я сюда перетягиваю со своего видео канала сегодня поставил 10 роликов то сколько раз два вот три четыре пять шесть семь восемь девять уже перенесли 9 10 а все она перенесла ну и раз перенесла система можете которые занимала ролик то убрать вот она которая проносила и сейчас выкину дальше у нас можно посмотреть наш православный форум вот это алекс 77 и поставил ту девочку в 1600 тем заходите здесь полная тема тема одни есть там по 10 страниц вот тут есть много посещений даже вот вопросы задают двести одна тысяча 300 379 просмотров 3689 ответов вот но этот стих который девочка читает боль православной души я вот сейчас маленечко включу чтобы вам показать и романах это чё нет подождите это не туда она пошло вот она стих боль православной души вот посмотрите как начинается певчая монастыря раба анастасия 6 лет стих боль православной души это полностью православный фильм это не то что там где-то по горам идет человек поет то есть кайфует и паства там которые захлебываются слезами от упоения вот стихотворение перекроет все ну и говорит а кто автор ну я сказал кто предположительно вот и прослушайте я не местами так и буду показывать вот она девочка идет вот есть одна девочка марина там считает разное стихотворение павленко но и все их стихотворение взять она хорошие стихи читает но все вместе не потянут одно это конечно не так считает с такой экспрессией но не взмахивает руками там и ничего нет девочка это 6 лет она постарше маленькой марина марина читает отлично повторяю хорошие стихи но я говорю о необходимости то что смысл стиха который читает девочки и какое оформление ну просто реально я говорю реально так теперь посмотреть наш видеоканал вот он открытым оком а все называется во свете библии это большой канал 8700 примера роликов вот и вот пока говорил тут двое кто-то уже оставили свои реплики там комментарии открою если что-то матерки на не виноват они ругаются сильно это вот это другое дело все это второе что про евреев скажите нам евреям спасибо за то что вас из бездны безбожия вынули яйца курицу не учат не забудьте так вот евреи курица а все остальные яйца леонид фексон ну вот видите как он ответил и почему не учить то можно для пользы дела то хороший ролик у нас называется вот я сейчас ткну его это наш ролик вот он он называется так евреи кто они нам и как к ним относиться отвечает игнатий лапкин вот так вот он поставил спасибо что из бездны безбожия вот и дальше я говорю вот одна пишет елена израиль чудо божие на земле но этот человек на меня говорит для меня тоже чудо или свидетельство бога спасибо за вас и ваше служение брат с большой буквы во христе вот так вот зайдите пройдите про евреев много что пишут а здесь один час шесть минут я сижу один в трапезной и эту тему раскрываю кто такие евреи потому что много ругают поносят жиды проклятые проще я отвечаю согласно библии во свете библии не пожалеете зайдите на этот ролик но его уже посмотрели двадцать четыре тысячи шестьсот девяносто две но несколько отзывов было сколько-то 91 комментарий но у меня немножко так посещает все же вот здесь эта девочка теперь я закрою закрою здесь и вот теперь что там и евреи а вышки ну что тут сказать вот это вот сейчас я покажу наш видеоканал еще есть как и люди заинтересованы иногда заходят к нам посещение тут вот тут видно сколько просмотров 9 миллионов 175 тысяч 9340 подписчиков ну так но к сюжету масса информации отнесли и во свете библии во свете библии это православный библейский сайт очень богатый около 50 книг аудио только начито на ауст жития добротолюбие 4 книги григория диченко но уже пора храм эти сегодня как будто бы я все сегодня события какие были вчерашний день батюшка приехал богослужение было вечером на сегодня утром идти вот тут слов кто-то дверь вчера снимал две картины 2 9 валта и на это стихотворение мои здесь потом я их выставлю здесь чтобы могли прочитать о девятом вале когда он бывает ну все на этом пока до свидания